Добрый день, уважаемые друзья! Я рад приветствовать всех любителей русской бани на канале Печь Камины. Зовут меня Александр. Сегодня хочу поговорить с вами на тему, которая, пожалуй, волнует каждого человека, который решил построить себе баню. Как же смонтировать дымоход в бане? По дыму или по конденсату? На этот вопрос я сегодня вам и отвечу. Прежде всего надо разобраться, что же такое сборка дымохода по конденсату и что же такое сборка дымохода по дыму, соответственно. Сборка по дыму либо по конденсату присуща как одностенному дымоходу или монотрубе так называемой, так и дымоходу утепленному, который чаще всего называют сэндвич дымоходом. Сегодня я вам расскажу и покажу, как нужно собирать дымоход. У каждого из вас будет куплена печка, и эта печка будет стоять в парном помещении. И будет куплен дымоход к этой печи, который вам порекомендуют в магазине. О марках дымоходных систем я говорить сейчас не буду, а также как и о производителях дымоходных систем расскажу только как они собираются. Итак, что же такое соединение дымохода по дыму или по конденсату? Каждая монотруба или голый участок трубы имеет так называемую маму и так называемого папу. Это соединение дымохода раструбное. С одной стороны у нас идет вальца и соединение больше, с другой сужение для того, чтобы надеть другую часть дымохода. То есть одевается он как конструктор лего. Итак, при соединении дымохода по дыму у нас имеется одностенный участок трубы, второй участок трубы надевается сверху на него, и тем самым мы имеем дымное соединение. Но если мы перевернем нашу трубу, то это соединение будет уже конденсатное, так как наша верхняя труба входит в нашу нижнюю трубу. И таким образом мы можем с вами варьировать управление дымоходной системой и собирать ее либо по конденсату, либо по дыму. Итак, друзья, что же такое сборка дымохода по дыму? Чаще всего у вас будет именно такая сборка, именно одностенного дымохода и дымохода по дыму. Что она из себя представляет? На примере одностенной трубы я вам расскажу. Устанавливается на печку одностенная труба. Вот так вот мы ее можем поставить. И дальше после этого мы переходим на сэндвич дымоход или ставим шиберную задвижку. Здесь в принципе можно использовать все, что угодно, все, что входит в дымоходные системы. Это могут быть углы под 45 градусов, под 90 градусов, все, что угодно. В данном случае я использую старт сэндвич или переход монотерма в некоторых дымоходных системах. Это так называется. Ну, не суть, важно. Важно, что я буду собирать сейчас вот это вот раструбное соединение именно по дыму. Соответственно, оно оденется сверху у меня на дымоходную трубу. Вот так вот происходит соединение дымохода по дыму. Все достаточно просто. Наша дымоходная труба здесь внутри вошла вовнутрь стартовки. И данное соединение считается именно дымным соединением. Все, что пойдет после нашей стартовки, все пойдет соединяться по конденсату. Это я вам тоже сейчас покажу. Важно понимать, что именно вот такое вот соединение, когда у нас первая труба, которая идет от печи, входит вовнутрь трубы или там стартовки, не имеет значения, или шиберной задвижки, вовнутрь. Это все дымное соединение. И вот так вот соединяются дымоходы у нас по дыму в банных печах. Конденсатное соединение данной трубы с нашей стартовкой. Здесь я уже буду использовать стартовку другого формата. На ней будет другое соединение, так называемый папа. И нашу трубу я переверну и вставлю ее по конденсату. Вот такая вот сборка дымоходной системы, когда у нас наша верхняя труба входит вовнутрь трубы, которая находится снизу, называется конденсатной сборкой. Я думаю, теперь вы поняли, что такое сборка дымохода по конденсату и что такое сборка дымохода по дыму. Теперь давайте непосредственно перейдем к печкам и посмотрим, как собирать дымоходы по конденсату и как собирать дымоходы по дыму на банных печах. Итак, друзья, наша банная печка с выходом дымохода 115 диаметра. Этот диаметр один из самых распространенных на банных печах. И хочу заметить, что большинство производителей использует именно этот диаметр, а не какой-то другой. По крайней мере, я знаю 99% производителей, у которых сборка 115 дымохода именно диаметра идет по дыму. Что мы в итоге имеем? Мы имеем банную печку со 115 дымоходом и возможностью соединения с дымоходом 115 только по дыму. То есть у нас дымоходная труба надевается сверху. И никак иначе. То есть мы надеваем ее только по дыму. По-другому одеть ее не получится, потому что если мы с вами захотим собрать одностенный дымоход по конденсату, мы испытаем некоторую сложность. А именно то, что наша труба по своему диаметру будет совпадать с началом дымоходной системы на печи. И одеть ее мы просто не сможем. Соответственно, стартовать по конденсату мы на 99% банных печей не сможем. Что же нам делать для того, чтобы исправить эту ситуацию? Ну, первое, что вам предложат в магазинах, это приобрести вот такую вот вещицу. Это переход. Мама-мама его называют. 115 диаметра. И надеть на печку. Но он, обращу ваше внимание, также оденется у нас по дыму на печку. Да, потом мы пойдем по конденсату с вами. Вставим нашу трубу раструбом. Вот оно, конденсатное наше соединение будет. Но, опять же, обращу ваше внимание, что первое соединение у нас все равно будет по дыму. Считается, что такое вот соединение, это несколько неверное соединение. И если наш конденсат будет течь по трубе, а возможно он будет течь по трубе, если у нас определенные параметры будут дымоходных систем, то весь конденсат этот будет вот тут вот на печке со временем. Поэтому этого нужно избежать. Опять же, повторюсь, во многих магазинах вам предложат вот такую вот муфту. Мама-мама. Но она не дает возможности нам стартовать по конденсату. Что же делать? Решение достаточно простое. Многие заводы производят переходники, но не во многих магазинах эти переходники есть. Этот переходник позволяет нам стартовать как раз-таки по конденсату. И он вставляется именно вовнутрь нашей печки. Вот так вот мы поставили. И стартуем мы уже с вами от печи, от самой, по конденсату. Это значит, что здесь у нас ничего не будет течь на печку, и стекать ничего не будет. Почему производители банных печей не дают нам возможности сразу же 115 трубой стартовать по конденсату, это достаточно большой вопрос. Есть только одна печка, в которой старт происходит именно по конденсату, это чугунная банная печь атмосфера. Вот там производители дают нам возможность стартовать либо 115 трубой по конденсату сразу же, либо 130 трубой по дыму. Ну, каждый выбирает для себя то, что он считает нужным. Итак, вот, друзья, мы с помощью такого переходника можем стартовать по конденсату. Следующий момент. Нам надо как-то получать горячую воду от банной печи. Соответственно, мы будем с вами искать эти возможности. Первая возможность это постановка на банную печку теплообменника. Теплообменника под выносной бак, который будет висеть у нас на стене. Теплообменник в базовом варианте также будет устанавливаться по дыму. Но есть возможность его перевернуть и сделать установку конденсатной. В этом случае мы также будем использовать с вами переход на конденсатную сборку. Устанавливаем его, переворачиваем наш теплообменник кверх ногами. И соединяем нашу систему по конденсату. И далее идем, также соединяя все элементы дымохода по конденсату. Здесь, как раз таки при такой системе получения горячей воды для ваших нужд, мы имеем возможность поставить и собрать дымоход по конденсату. Но есть второй вариант. Там, где мы будем использовать с вами бак. Бак для воды. А здесь уже все гораздо сложнее. Все баки, которые я когда-либо видел за свою работу в магазине, все выглядели приблизительно так, как этот бак. Вернее, выглядело их соединение. Все баки самоварного типа имеют внизу раструбное соединение, которое соединяется с самой печкой по дыму. И никак иначе. Мы не можем перевернуть с вами бак кверх ногами, потому что у нас здесь с этой стороны имеется заливочная горловина. И, в общем-то, при вот таком вот постановке бака на печку мы не сможем практически заливать в него воду. О чем это говорит? О том, что либо нам нужно специально заказывать на заводе бак, где будет соединение, у нас первое стартовое соединение, вот это вот соединение по конденсату. То есть будет не мама, как в данном случае, а папа. Но на моей практике таких баков ни один человек не заказывал. Повторюсь, нахожусь я уже в банном бизнесе порядка шести лет. Ни одного такого случая не было. Были переходники, раз трубных соединений такого формата никто не заказывал. Друзья, я рассказал вам о трех способах старта от печи, банной печи по конденсату. Думаю, вам было достаточно понятно. Дальше я расскажу о том, как мы будем переходить на сэндвич дымоход и как дымоход будет соединяться, если мы проходим через потолок в парильном помещении. И как мы будем соединять дымоход и как его можно соединить, если мы уходим с вами в стену и дальше идем по фасаду здания. При монтаже дымохода рекомендую вам пользоваться высокотемпературным герметиком, который будет заполнять пазы в швах нашего дымохода, потому как любой дымоход не идеален. И даже при соединении друг с дружкой подсос воздуха все равно может быть в любом дымоходе, даже самым дорогом. Так, друзья, собираем дымоход по дыму. Устанавливаем монотрубу на печку. Берем переход на сэндвич дымоход. Переход на сэндвич дымоход дает нам возможность установки сэндвич-систем по конденсату, потому как мы здесь имеем раструбное соединение, так называемую «маму». Так, друзья, я соединил стартовку с сэндвичем и произвожу соединение одностенной трубы и нашей стартовки. В данном случае я имею соединение по дыму здесь и внизу, там, где мы стартуем от печи. Это самый распространенный способ соединения дымохода по дыму одностенного, который вам предложат практически в любом магазине. А сейчас мы попробуем соединить с вами эту же систему, но по конденсату. Собираем наш дымоход по конденсату. Вставляем переход. Монотруба входит в наш переход. По конденсату, опять же. Вот здесь я уже буду использовать стартовку конденсатную. Вставляю ее также в сэндвич-дымоход. Также по конденсату. И вставляю в трубу. Итак, у нас получилось конденсатное соединение от начала печи при переходе на монотрубу и при переходе на сэндвич-дымоход. И внутри сэндвича у нас тоже с вами конденсатное соединение. И дальше мы пойдем с вами всеми оставшимися элементами сэндвичами через потолок, через кровлю. Все это будет собираться именно по конденсату. В 90% случаев и в тех банях, которые уже сейчас запущены многими, которые эксплуатируются достаточно длительное время, больше 10 или 15 или 20 лет, сборка дымохода производилась по дыму. И многие сейчас скажут, что печка стоит 10 лет, дымоход собран одностенный по дыму, никаких потеков нет. Но всегда есть 10% тех людей, которым не повезло, у которых по дымоходу сочится конденсат. Это может быть вызвано разными факторами. Утеплением сэндвич-дымохода. Высотой непосредственно нашего дымохода, который стоит, это там 6-7 метров дымохода. От того, какой это дымоход, утепленный сэндвич-дымоход, или же это просто дымоход, сделанный из монотрубы, по которому в дальнейшем 100% в эксплуатационных условиях, зимних, осенних, весенних, будет течь конденсат. Он будет доходить до печи и портить вам жизнь запахом, потеками темными на трубе. Ну, просто испортит всю эстетику парного помещения. Вот эти 10% это видео в том числе и для них, потому что сборка полностью по конденсату эту проблему решит. Друзья, если мы решили с вами уйти от печи в стену, выйти, мы, как правило, используем также дымоходное соединение по дыму и уже идем сквозь нашу стену. В таком случае образование конденсата в этом участке маловероятно, и мы можем смело использовать соединение нашего дымохода по дыму, учитывая то, что дальше от перехода на сэндвич дымоход, вот от этой части, мы все равно с вами пойдем по конденсату. И тот дымоход, который у нас вышел в стену с вами, пошел через стену, он будет собираться все равно по конденсату. И здесь уточняйте именно в магазинах, какие системы дымоходные вам дают, которые собираются по дыму или которые собираются по конденсату. Очень важно как раз таки определиться вот с этими вещами со стартовками. Итак, мы ушли через стену и собрали дымоход наш по дыму. Все то же самое мы можем сделать и по конденсату. Но повторюсь, в такой системе прохода через стену, вот эта вот часть, которая находится у нас в парилке, в ней практически не будет образовываться конденсата. Или же это очень маловероятно. На практике я не встречал ни одной такой системы, где конденсат здесь тек через вот эти вот участки. Наверное, это возможно, если не поставить тройник на улице, чтобы в тройнике был конденсат, он стекает там наружу. А если поставить просто колено, то конденсат возможно и покатится. Но таких систем обычно не собирается. В основном ставится на улице тройник с конденсат отводом. Друзья, образование конденсата опасно не только для одностенных труб, но еще опасно для сэндвич дымоходов. Конденсат, если у нас дымоходная система, в данном случае сэндвич собирается по дыму, то конденсат, конденсат, он будет затекать у нас в наш наполнитель и разрушать его. В данном случае будут потеки водянистые на сэндвич дымоходе. То есть свой сэндвич дымоход можно убить практически за один сезон, если собрать его по дыму. И это происходит и в банных печах, и в отопительных печах. К отопительным печам по сборке дымохода мы сделаем отдельный ролик. В данном случае мы говорим про дымоходы для банных печей. И повторюсь, конденсат уничтожит наполнитель внутренний, какой бы он ни был. Друзья, если вы спросите меня, какой способ сборки дымохода более правильный по дыму или по конденсату, то лично мое мнение, что именно по конденсату. Но так как большинство банных производителей не дает нам возможности собирать дымоходную систему по конденсату, и приходится использовать различные переходники, и мы не имеем возможности с вами сразу же от печки стартовать по конденсату, или же у нас нет этой возможности по причине того, что мы хотим поставить бак самоварного типа, и нам все равно придется переходить с дымного соединения на конденсатное, там может быть вот как раз этот потек. В связи с этим хотел бы обратиться еще и к банным производителям, чтобы они давали возможность при постановке раструбных соединений собирать дымоход именно по конденсату. Потому как приходится заказывать отдельные переходники на заводах, это не всегда удобно, это еще и накладка в деньгах. Каждый переходник стоит копеечку, а в сегодняшних реалиях каждая копейка на счету, поэтому хотелось бы сразу от печи стартовать по конденсату. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, ждите новые видео. Продолжение следует...